Сегодня в Чувашии работает каждый пятый пенсионер. Такие данные приводят в Министерстве труда и отмечают, если изменения в пенсионной системе будут приняты без изменений, то уже в следующем году она затронет около 13 тысяч человек. Все ли возрастные сотрудники смогут рассчитывать на работу, нам рассказали в профильном министерстве. Галина Семенова пенсионер молодой. Всего полгода назад вышла на заслуженный отдых. Однако сидеть дома она и не думала. После нескольких лет работы в сфере торговли устроилась помощником воспитателя в детский сад. Женщина говорит, она за активное долголетие. Я всю жизнь работала и считаю, что активная деятельность должна быть у пенсионера, чтобы не сидеть дома. Когда сидишь дома, стареешь, скучаешь. А тут, когда работаешь, новые цели, задачи, решаешь какие-то вопросы и чувствуешь себя нужным человеком. Таких молодых пенсионеров в детском саду «Солнышко» Цивильского района треть от числа всех сотрудников. Руководство садика отмечает, что сейчас они в том возрасте, когда уже все знают и вместе с тем многое могут. Люди старой закалки могут дать фору и молодым, полны сил и энергии, с большим багажом опыта, могут поделиться и с молодыми, где-то подучить их. Чем старше становишься, тем сложнее найти работу. Такого мнения придерживаются сегодня многие. Однако уровень безработицы говорит об обратном. Среди пожилых людей он значительно ниже, чем среди молодежи. И это не только в Чувашии, но и в целом по России. И дело здесь не столько в возрасте, а в том, насколько специалист отвечает современным требованиям. Эти люди должны быть подготовленными, уже готовы приступить к работе. В этом плане тоже мы работаем. Часть пенсионеров, которые хотят уже тут устроиться, допустим, по специальностям охранник или другие специальности, мы их переобучаем. Они получают новые специальности. Средняя продолжительность жизни в республике растет. А вот число трудоспособного населения, наоборот, снижается. Последнее произошло из-за демографической ситуации 90-х годов. Если в 88-90-е годы у нас в республике рождалось 24-25 тысяч детей, то уже в конце 2000 года эта рождаемость упала до 12 тысяч детей. В случае принятия изменений в пенсионной системе возрастные работники могут быть уверены, им помогут трудоустроиться. Такие гарантии дает Центр занятости населения. Сегодня там существует отдельная база вакансий для пожилых людей. Планируют создать и специальное подразделение для работы с ними. В Министерстве труда республики отмечают, повышение пенсионного возраста повлечет за собой и рост пенсионных выплат. Со следующего года в среднем они могут увеличиться на тысячу рублей. Анастасия Евгеньева, Ирина Николаева, Игорь Ульянов, Вести Чувашия.